привет youtube привет друзья с вами док и вы на моем канале сегодня у нас обширная тема мы поговорим сегодня о продукте вот этой вот страны мы поговорим о американских бурбонах нравится кому-то бурбоны или не нравится у меня сегодня тема мои топ бурбоны тема обширная и я думаю что все их в одну кучу валить нельзя поэтому я знаю анатомию человека разделил бурбоны на бурбоны как бы основа это ноги нашей начальной держимся что нас несет это тени дорогие бурбоны которые пополняют кассу той или иной дистиллерии потом я сделал туловище и потом я сделал голову гол голова это конечно же это премиальный бурбон туловище это бурбоны которые лежат где-то между ну я думаю стоит начать и мы начнем с ног естественно не важно какого размера обувь главное насколько накачаны ноги так вот первым бы бурбоном который входил бы в эту категорию я бы назвал buffalo trace я смотрите подготовил список уже цены все остальное ну короче buffalo trace buffalo trace это бурбон который выпускается на одноименной дистиллерии buffalo trace который относится к сазарак рай компании стоимость такого бурбона 20 до 27 евро в зависимости от того какой процентной характеристики возьмете и 40 процент на из 45 процент на 40 45 это как правило для duty free и выпускается в литровых бутылках я бы вам советовал инвестировать чуть больше и взять литровую бутылку с крепостью в 45 в пересчете в конце концов на 07 вы выходите почти на ту же цену но получаете бурбон с более насыщенными вкусовыми характеристиками за счет повышенного содержания алкоголя потом бы я взял бы на это место еще такой бурбон как в эту нашу категорию ноги мейкас мак мейкас мак это бурбон крепостью 45 процентов выпускается на одноименной дистиллерии которая принадлежит концерну браин фоман стоимость такого бурбона от 20 до 25 евро простите я привязываю все время денежные единицы которые существуют в этой стране где я живу и мне так легче если в ваших там где вы живете это дороже ну все равно так или иначе пусть это будет дороже но это будет основа потому что в любой стране buffalo трейс мейкас мак и так далее они будут стоят дешевле чем те дистиллерии которые назову позже те виды бурбонов поэтому они также и в вашей стране будет как бы ногами этих дистиллерий значит мы говорим что сами космак это видит котором содержание пшеницы порядка 16-17 процентов остальное все занимает кукуруза и солод нет ржи в этом мейкас мак и в отличие от бафалатре с которым есть рожь теперь мы вернемся такую дистиллерию дальше продолжим наш путь ногами естественно и назовем такую дистиллерию как вайл токи а именно у вайл токи ванал ван вайл токи 50 и пять десятых процентов алкоголя это вот такого плана бутылка тут у меня чуть-чуть осталось как-то с друзьями пили 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 не допили тестировать на камеру мне было как-то стыдного вот таким остатками налью чуть-чуть чтобы только чуть-чуть сегодня еще предстоит много работы вот мы поставим это сюда дистиллерия вайл токи существует очень давно традиции в этой дистиллерии тоже в общем-то довольно таки известны мастер дистилла в этой дистиллерии звучит как-то глупо да мастер дистилла в этой дистиллерии это семья расселов так вот джимми рассел по моему уже больше 50 лет мастер дистилла на этой дистиллерии его сын эдди продолжил его работу работать вместе с отцом не знаю сколько лет уже отцу но они он еще появляется там а теперь и сын вот сын я забыл как зовут но и сын тоже вот это вот династия расселов работает на дистиллерию вайл токи у меня же есть отдельно бурбон который называется вас в резерв и тоже довольно таки ничего но я его не пробовал сегодня еще раз повторю это все бурбоны которые я пробовал я не буду говорить за другие кто-то может возразить и сказать а как вот этот а как же вот этот ты забыл вот это ли ты забыл вот это я ничего не забыл я только беру те бурбоны которые я пробовал из-за них я могу отвечать за свои слова то есть то что я называю это что мне понравилось это все то что я пробовал поехали дальше ну наверное последним в этой сейчас ребят час у в алтарке ржи не знаю сколько здесь наверно до 20 процентов ржи высокое содержание кукурузы естественно выше 51 а это условия для того чтобы бурбон назывался бурбоном выше 51 но здесь рож чувствуется он пряный он ванильный он карамельный он недорогой он сладкий какой же он сладкий 101 proof это 50 с половиной процентов алкоголя да он есть да он мощный то он давит но того стоит этот бурбон стоит от 20 до 25 евро вот эту бутылку я покупал свое время за 19 что ли литр друзьям и литр мы говорим о литре алкоголя причем высококачественного алкоголя в алтарке ванного и последнее куда бы что я хотел бы сюда еще отнести это фороузис смол бетч фороузис смол бетч это продукция дистиллерии фороузис которые относятся кирин брови компани и крепость фороузиса 45 процентов на столе у меня фороузиса нет у меня есть другой фороузис которая тоже с вами сегодня попробую вот это вот так называемые мои ноги нижней конечности теперь переходим постепенно к туловищу но между туловищем и ногами есть пояс тазовые кости и все что связано с ними так вот к этим тазовым костям я бы отнес элайжа крэйк смол бетч элайжа крэйк смол бетч был раньше как элайжа крэйк 12-летний и выглядел он вот так я наверное это куда-то ну пусть пока стоит здесь элайжа крэйк смол бетч 12 12-летний когда-то он был вот такой я не помню сколько лет назад он по меня поменяли они форму бутылки и естественно изменили конечно же убрали возраст и теперь они дают возраст от восьми до двенадцати лет на место двенадцатилетнего стоит теперь на бутылке элайжа крэйк и смол бетч еще раз повторю от 8 до 12 лет 47 процентов алкоголя элайжа крэйк относится в дистиллерии еван хилл стоимость такого бурбона у нас от 27 до 35 евро вот в этих пределах этот 47 процентный бурбон и находится дальше чтобы я хотел сюда отнести это бурбон кноп крик кноп крик это продукция дистиллерии джимбин это считается ее как-то они выделили наряду с другими кноп крик в отдельный сегмент он не идет под названием джимбин он идет кноп крик крик крепость его 50 процентов наряду с обычным кноп криком который раньше был 9 лет писалось на бутылке потом стал по моему смол бетч до смол бетч стала на бутылке написано и теперь это не вернулись девятилетки и слава богу кноп крик недорогой кстати по моим представлениям он стоит порядка 29 35 евро у нас и обладает тоже довольно таки крепким хорошим вкусом ну типичный бурбон и характеристика как ванилька карамель это кноп крик у меня к сожалению нет ну я его опять же я его пил вальтер кивана ван цвет натуральный вот такое а вот это вот укропность как как я называю травянистость она конечно хорошо чувствуется но еще раз вальтер кивана ван на все случаи жизни на все это при парке от всего скажем так теперь я бы сюда же отнес бы и фоу розис сингл дарл друзья мои вот теперь пришло время фоу сингл бетч то есть вот это это вот это но если это 12-летний нижний то это от 8 до 12 лет я еще хочу сделать не сегодня конечно я сделаю обязательно blind testing то есть разолью их свои черные ирландские стаканчики и протестирую посмотрю кто там победит когда ты не знаешь где что так это у нас элайджа крэйк смогу бетч это вот сюда а это у нас фоу розис сингл дарл так скажем да чтобы не выдыхался а вот теперь смотрите цвет я думаю что это не даже и одинаковые ну может быть мне такое ощущение если даже на бутылке смотрю мне кажется что элайджа крэйк это серединка у нас он темнее фоу розис он чуть светлее вот так вот так что нам говорит наш элайджа крэйк здесь более выражен выражена рожь у вайл тарки хорош чувствительный мое мнение этот чуть мягче рожь делает его таким пряным очень сильно пряным этот помягче но тем не менее этот бурбон здесь слегка фрукты идут сладкие фрукты изюм спелая слива хорошо чувствуется дерево напоминаю крепость его 47 процентов у а по сладости он конечно еще слаще чем этот но немножко по-другому слаще более алкоголь прям в воду надо как всегда что-то забываю этот более пряного этого более чувствуется специи и за счет содержания ржи а теперь у нас фоу розис фоу розис там такая история вот записал себя что при изготовлении фоу розиса для каждой бочки выделяется специальный код которым есть четыре буквы так вот вторая буква отвечает за состав так называемый наш пил этого этой бочки либо будет стоит буква б либо стоит буква е так вот буква б года и по-английски да наш русская так вот буква б говорит о том что в этом в этой бочке 60 процентов кукурузы 35 процентов ржи и пять процентов сода буквой и удар и русская отвечает тому 70 процентов 75 процентов просите кукурузы 20 процентов ржи и 5 процентов сода вот так интересные вещи фоу розис single barrel это все наш таз скажем тогда тазовые кости посмотрим прямой конкурент а этот еще мягче не такое ощущение что фоу розис 50 процентов алкоголя за было 47 это элайжа крейк пьется еще мягче 50 процентов мы сделаем маленький рейнг потом посмотрим кто на первое место где выйдет ну вот вот эти вот товарищи это у нас был таз сюда бы я бы еще отнес друзья мои не надо забывать это джек дэниелс сингл бэрл джек дэниелс сингл бэрл это вот такой красивой бутылки джек дэниелс сингл бэрл имеет крепость 45 процентов это то что идет на европу или крепость 47 процентов это то что выпускается в америке проходит он так называемый линкольн каунте процесс это проходит через фильтр состоящий из кленовых кленового дерева из углей из кленового дерева этот процесс длится несколько по-моему несколько дней а может даже несколько недель в итоге получается мягкий а это есть цель этой фильтрации мягкие виски с определенным характерным запахом не каждый бурбон может быть теннис и виски а джек дэниелс является теннис и виски но каждый теннис и виски может быть бурбоном содержание кукурузы у джек дэниелса превышает 51 процент едем дальше так мы находимся в районе человеческого тела попробуем сориентироваться попробуем сориентироваться и следующий бурбон у нас или скажем так то что в моем списке это вал ток и приобретет был ток это бурбон с бочковой крепостью она в нем составляет пятьдесят восемь и четыре десятых процента содержание майса 75 процентов содержание ржи 13 процентов содержание ячменя то и сода там 12 процентов крепкий относительно недорогой и очень хороший бурбон всем рекомендую вайлд ток и брит семья расов делает свое дело очень даже хорошо дальше мой любимый игл в и говоря десять лет и говоря десять лет тоже нальем и говоря десять лет стоит порядка сорока евро опять таки повторюсь у нас и вот так вот они выглядят в линеечке не знаю какой из них темнее ну наверно 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 игл рио чуть темнее даже чем форозы я так думаю мне кажется вам виднее оттуда с той стороны экрана игл рио десять лет крепость его сорок пять процентов наверно будем уже потихонечку сужаться крепость его 45 процентов стоимость как я уже сказал 40 евро этот бурбон выпускается на дистиллерии buffalo trace и является по моему мнению превосходным бурбоном где есть возраст и тем самым цена качество идеально у него тоже рож есть она дает ему этот интересный привкус а также фрукты апельсин орехи ваниль карамель замечательно шикарный бурбон просто шикарный бурбон еще раз друзья вайл токи ванал ван бафа элайжа крэйк смол 5 это у нас форозы сингл баррел и игру я едем дальше мейка смог как же быть без мейка смог он у нас как в ногах так и в теле а в у нас мяка смог по моему мнению мейка смог 46 мейки смог 46 выглядит на сегодняшний день вот как тесно него я еще сделаю все впереди кстати кому интересно обзор на игру я десятилетку есть так что заходите на канал посмотрите пожалуйста мейка смог 46 выпускается вот сейчас вот так а был я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу это уже как как назидательная вот какой мейка смог 46 правильно правильно какая красивая бутылка и что стало стало в принципе стандартный мейки смог почему так раньше мейки смог 46 это был как бы специальная релиз до спец релиз теперь мейки смог 46 является стандартной программой здесь крышка открывается вот так это как завинчивается пробочка а здесь такая пробка с резиновой пробка с резиновой пробкой крышечка пластмассовая с резиновой пробкой не так уж дорого но симпатичнее чем вот такая крышка но в принципе все функционирует очень хорошо этот красный воск это как торговая марка зарегистрированная то все делается вручную это опускается бутылка закручивается опускается вот так воск поднимается и он так стекает то есть каждая бутылка имеет смотрите каждая бутылка имеет свой профиль ни одной одинаковой бутылки нет это мейка смог 46 крепость этого бурбона 47 процентов выпускается на одноименной дистиллерии мейка смог которые относятся к в общем-то к брайану фоману да это про информацию видим дальше я перепроверю и не хочу просто не говорить ерунды даме космак это брайан фоман друзья мои я прошу прощения я кое-что забыл я же в ногах забыл кое-что в ногах я знаете что забыл я забыл мультфорд резерв но как я мог забыть я прошу прощения у своей публике вот вот резерв это очень качественный очень хороший бурбон который который делается на дистиллерии путь вот резерв штате кентаке дистиллерия будь вот резерв не связь на чем они кстати делают свои дистилляты на под стилах они на колом стил как многие остальные и относятся она еще брайану фоману и в том числе к вилиту дистиллерии ну я прошу прощения у нам еще будут в трезвов попадется сегодня едем дальше мейкосмак 46 крепость его как говорил 47 процента стоимость его ну вот это часто еще есть продажи он где-то под 50 уже доходят а этот скажем так 38 42 вот в этих пределах стоит у нас мейкосмак 46 чем он еще от ли известен а во первых почему 46 46 это количество попыток пока масса гостила не пришел мнению что этот вкус и есть тот самый вкус которого он искал а в чем же он такой обычный это обычная бурбонная бочка туда заливается бурбон и вводятся деревянные реки из французского дуба причем они обжигаются тоже как и бочка изнутри они обжигаются и водятся в бочку как правило таких рек около 10 12 наверно и это дерево французская этот дуб лимузиновский он придает этому дистилляту ну мне кажется такой не экстравагантный а очень интересный вкус во первых французский дуб он не читал американскому дубу американский дуб он сладкий карамельный французский дуб он пряный вот эта пряность мейкосмака мне очень нравится мне эта пряность очень нравится и я считаю некий знак своей категории тоже цена-качество великолепно поехали дальше вудфорд резерв у нас дабы окт вудфорд резерв дабы окт посмотрите на эту красоту да вот она бутылочка вот вот резерв дабы окт почему дабы окт да потому что после по моему четырех лет нахождение свежей дубовой бочки дистиллят еще раз наливается свежую дубовую бочку тем самым посмотрите на этот цвет по сравнению с вот этим например и я тоже считаю это один из моих любимых бурбонов и еще раз говорю это все что я сегодня вам показываю это все бурбоны которые я сам пробовал давно ли не давно ли они мне все по вкусу какой из них лучше какой хуже мы еще поговорим сегодня поехали дальше михтас михтас у меня к сожалению его нет но я вам вы увидите здесь на видео как выглядит эта бутылка у михтаса большая линейка там и рай там и single barrel там и классический бурбон михтас последнее время очень поднимается 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 они к сожалению не выпускали до сегодняшнего дня свой дистиллят они брали дистиллят у других дистиллерии хранили и под маркой михтаса они продавали причем имя михтас наверно не выкупили потому что они вначале писали о каких-то традициях нашей дистиллерии потом перестали это делать потому что какие могут быть традиции дистиллерии не работал долгое-долгое время и вот выкуплена какими-то другими людьми и стали производить бурбоны но то что они производят это очень и очень хорошо дальше джонни дрэм private stock джонни дрэм private stock это дистиллерия велит он тоже выпускать и на подстыле я его пробовал все эти указания какие бурбоны хороши когда-то я посмотрел у низ такой американский блогер он живет германии говорит и выпускает видео на немецком языке джейсон и от него я об этом джонни дрэм private stock узнал узнал купил попробовал шикарная вещь рекомендую если есть возможность джонни дэм private stock стоимость такого бурбона 44 47 евро дальше из этой же серии идет по кентаке смол дэч джонни дрэм private stock и 50 с половиной пятьдесят и пять десятых процентов алкоголя а по кентаке смол дэч это 53 и пять десятых процентов алкоголя стоимость тоже от 47 до 55 евро тоже относятся к виллит дистиллерии очень и очень классный бурбон поехали дальше мы еще в теле или на теле или в теле как хотите так и понимаете не нужно забывать и я о наших дистиллятах это у нас это у нас это у нас это у нас игру я пряный он да он алкоголь и чувствуется но этот алкоголь хорошо завязан мне он очень очень нравится наша прогулка по погулка по соединенным штатам по штату кентаке частично продолжается дальше нужно немножко сделать место нам потихонечку мы приближаемся голове друзья мои голова это самое главное не смерть человека это смерть головного мозга значит то что выпускается в этой сфере сфере головы это визитная карточка дистиллерии это показатель ее качество чего начнем элайжа крейк элайжа крейк смол бэдж дарл пруф шестьдесят и пять десятых процентов алкоголя сейчас я где-то ее достану вот она у меня элайжа крейк смол бэдж аналогичная бутылка точно так же выглядит бутылка элайжа крейк смол бэдж нормальная лайжа крейк вот то что было раньше двенадцатилеткой стало по форме вот такой но то что вы видите это был пруф это бочковая крепость очень такой популярный бурбон у многих блогеров кто-то его назвал бутылка вау и скотч тест дамис такие два американца которые импозантные тестирует один из них во всяком случае очень импозантный типан и он назвал эту бутылку ботан вау что у нас тут есть фороузи шикарная вещь фороузи single barrel шикарно чего уж мелочиться что же дальше а дальше а дальше а такой бурбон как ну а милс где он у нас мне кажется это он да ну а милс ну а милс это бурбон который тоже делается на дистиллерии уилет а это значит что делается он с помощью под стила батста он если написано distilled and cat okay bottled by noah mills distilling company budstone Nelson car kentucky this batch of bourbon was aged in wooden bells until fully matured bottled by hunt at fifty seven five процент алкоголь by volumen 114 и три десятых по моему пруфа до 114 и 5 114 5 мелко написано что-то даже в очках плохо видно hand made in this hills of kentucky на склонах кентаке вот он но милс стоимость такого бурбона 70 евро стоимость такого бурбона от 70 до 75 евро а мы поехали дальше друзья мои сейчас я мне вода вот у меня вода вот у меня мои еще остатки моих бурбончиков не будем злоупотреблять это я никому не советую дальше мы мекас мак мейкас макс это так называемый правил от селект мейкас мак правит селект good finish здесь даже обозначены конкретно какие реки из французского дуба сюда введены и какое их количество в каждую бочку значит здесь две рейки big american pure 2 да на 2 эти штуки потом одна сет френч кувей вино было раньше такое потом 3 мейкас 46 2 рост и френч мока и 2 тост и френч спайс чтобы все это значило мейкас мак правит селект 55 и 3 процента алкоголя ну вот руся постепенно мы подходим к таким серьезным самым серьезным голова то голова но головы и с уже части и с рот и уши глаза я вот так вот немножко подтянусь буккас видео о нем я делал буккас нет я хотел начали на буккас ну ладно буккас так буккас друзьям и буккас буккас это производство в общем-то джим бима но отдельные линейки не линейки премиальных бурбонов буккас выпускается маленькими партиями крепость этого буккаса шестьдесят два девяносто пять процента алкоголя взял он в девятнадцатом году я его до сих пор еще и не открывал он стоит у меня они отличаются даже по вкусу друга друга и вот это джейсон американец он каждый блоков который приходит германию он тестирует этот бич 6 лет и три месяца этому буккасу 5 номер 9 2019 год первый месяц он редкий его быстро раскупают сколько бы он не стоил на сегодня цена его где-то 80 85 евро а может до 90 евро доходит его еще надо выхватить пока он приходит в германию и быстро еще раз говорю расходится бейкас который я недавно купил я бы конечно не ставил бы его впереди буккаса буккас лучше но просто этот этот смол бич бурбон бейкас это тоже продукция дистиллерии джимбин ну скажем так и и премиум сегмента и крепость у него это 107 пруфа это значит пятьдесят три с половиной процента алкоголя в такой форме как вы его видите это бутылка больше не упускается она выпускается в виде single barrel стоимость его тоже порядка 70 75 евро но я бы сделал лучше вот так наверное а может быть даже убрал его на задний план потому что я считаю что вот этот лучше этот я пробовал но в другой немножко интерпретации ну и последний бурбон который я хотел бы вам показать это blend blend это продукция дистиллерии также buffalo trace blend на каждой бутылке как вы видите вот такой всадник причем форма лошади или скажем так поза лошади здесь она двумя ногами упирается это как бы вот все стадии галопа когда лошадь скачет вот изображена на каждой из бутылок есть ну то есть а вот этой бутылка это по-моему давайте посмотрим здесь написано я пробовал этот потому золотую я не пробовал символ пирал я не пробовал бочковой крепость я не пробовал но этот я пробовал кентаке встреч пропан близкий крепость его сорок шесть половиной процентов он был сделан короче первого двадцать первого первого двадцатого from barrel номер пятьсот десять то есть бочка пятьсот десятая варенхаус то есть был на складу в склад номер х каком-то рик 23 в общем в общем то все вот потом вручную разлит с крепостью 93 процента этот бурбон стоит тоже порядка 70 75 евро а все остальные gold например gold стоит порядка 140 130 я его не пробовал а вот этот я пробовал очень и очень и очень друзья мои я думаю смотрю я думаю я тут потихонечку прошелся по всем бурбонам значит человеческую анатомию практически бурбонную анатомию мы сегодня прошли начиная от ног и заканчивая телом а вот теперь какие бы я предпочел и где ну давайте начнем с ног опять таки ноги это дело важное и скорее всего из ног я бы выбрал one-on-one wild turkey one-on-one цена качество крепость я думаю в ногах побеждает wild turkey one-on-one что касается тела ну там выбор конечно огромный начинает элайжа крэй кноп крик фору за single barrel выбор конечно большой у меня тут даже теряется я теряюсь сказать чтоб не ну наверное из я бы предпочел double oak или мейкас макс 46 но я думаю цена качество наверно победила бы у рэбрэйт валтёк рэбрэйт 57 по моему проценту алкоголя 58 и 4 даже это за 40 евро у тебя бочковая крепость великолепный вкус наверно наверно валтёк и валтёк рэбрэйт и теперь что касается головы но здесь выбор огромный да я бы вот наверно из этих всех бы я сейчас немножко расчищу дорогу я бы сделал такую такое соревнование между вот этими двумя между элайжа крэйк и между бугас и вот тут нужно хорошо подумать кто из них взял бы первое место я не решаюсь это сказать может быть этот тест я сделаю скорее когда-нибудь но не сейчас у меня столько работы хотел сказать столько нужно еще обработать пока я дойду до этого но я постепенно буду бурбоны включать у меня на ближайшее время должен быть на 46 я сделаю тест и дальше и дальше и дальше посмотрим друзья мои ну вот потихонечку полигонечку мы уже подходим концу моего обзора он должен когда-то настать этот конец иначе что же это было бы за обзор если у него нет конца алкоголь мы немножко убираем эту сторону у нас осталось ореховая элайжа крэйк и мягкая цветочная и прежде чем я их допью я хотел бы вам прочитать стихотворение андрея дементьева никто не знает что нас ждет а мы судьбе не доверяем никто не знает наперед где мы найдем где потеряем никто не знает что нас ждет я в ожидании встречи замер но птица счастья свой полет не согласовывает с нами я загадывать боюсь решишь а жизнь впери начать уже я думал посмеюсь но все во мне грустит и плачет то боль чужая бредит то сердце жжет своя обида живу у радости в кредит и не показываю вида андрей дементьев стихотворение написано 1977 году друзья мои сегодня был обзор на бурбоны вы были на канале утока ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на все желания цвета вам ничего не будет давайте оставаться всегда людьми давайте помогать друг другу давайте быть снисходительным друг другу давайте прощать чужие ошибки давайте не наказывать людей за ошибки строго а уметь прощать умение прощать я не хочу сказать уметь все забыть уметь все забыть это неправильно но дать второй шанс человеку я думаю второй шанс заслуживают многие и это и есть смысл нашего людского бытия дать второй шанс за вас друзья мои ставьте еще раз лайки-бизлайки заходите ко мне с вами был сегодня док вот этим фороузисом фороузисом как диагноз какой-то звучит мы заканчиваем наш вечер надеюсь вам кое-что стало ясно в мире бурбонов это такой же многогранный многоликий мир как мир виски конечно за счет того что мир виски используют многие разные бочки вкусовые качества виски совсем другие нежели у бурбона мой бой бурбон более консервативен он находится в рамках определенных законных положений но тем не менее это интересный алкоголь его стоит попробовать еще раз за вас с вами был док и выбрали на его канале да путь знаний и и и и и и и и